Всем доброго времени суток, с вами Никита Петров, наконец-то вот у меня выдалось время для того, чтобы записать довольно давно уже обещанный ролик по Гамбиту Морро. Ну, для начала пару слов о самом Гамбите, ну, мои личные размышления на эту тему. Гамбит сам по себе достаточно неплохой, на мой взгляд. Вероятно, по крайней мере, я вело и не получаю в нем хуже, в некоторых вариантах боятся за перевес, то есть если сравнивать с другими. Популярными Гамбитами на любительском уровне, то с террористической точки зрения он Гамбит Морро смотрится намного предпочтительнее. Ну, возникает он после ходов Е4 и С5, с цельянская защита Д4, СД, ну, сразу замечу, что кроме взятия СД у черных нет никаких разумных ходов. Потому что, ну, в противном случае, у белых получается просто потрясающий контроль над центром и, соответственно, достаточно большой перевес. Ну, есть, конечно, какой-то ход Е6. После него белые, во-первых, могут перейти к выгодной структуре после Д5, здесь у белых перевес, либо сыграть кони Ф3 и после СД, С3. Ограничивая возможности черных, переходя к тому же к принятому Гамбиту Морро. Ну, собственно, эту позицию мы рассмотрим через другой порядок ходов. С3, вот здесь у черных очень широкий выбор. Они могут брать пешку, могут ходить Д3, могут играть кони Ф6, сводя партию к одному из вариантов системы Алапина со вторым ходом С3. И могут играть Д5. Ну, я предлагаю начать, собственно, разбор вариантов хода Д3. В моих интернет-блиц партиях ход встречается довольно часто, хотя, на мой взгляд, ход довольно слабый. Ну, во всяком случае, может быть, он и не слабый, но он в какой-то степени идет навстречу планам белых. Вот, чисто если абстрактно размышлять, то, как бы, ход Д3, который позволяет белым развиться с темпом, он не может быть сильнейшим в этой позиции. Ну, а если обратиться к конкретным вариантам, то после сломби Д3 у черных есть два плана. Два основных плана. Вот, кстати, один из них очень, не знаю, любит или не любит, но, во всяком случае, часто применяет Александр Гельман. Он, в частности, со мной сыграл несколько партий с переменным успехом. Ну, собственно, вот именно благодаря этим партиям я вообще потратил какое-то время на анализ этого варианта. И сейчас я, в общем-то, удостоверился во мнении, что у белых там перевес. Ну, вот о каком плане я говорю, он говорит о том варианте, в котором черные выставляют ежа. То есть, например, вот Д6, Конь Ф3, Е6, 2, 0, Конь Ф6, Е4, слон Е7, Конь Ц3. Кстати, должен обратить внимание, что это главный план, где они выставляют структуру заживого бара, это С4 и Е4. Фактически у них нет других идей, потому что, вот, обратите внимание, в этой позиции спешкой на Ц3 отнимают поле для развития своего коня. Ну и, в общем, какой-либо другой грамотной расстановки, помимо вот расстановки спешкой Ц4, придумать тяжело. Здесь вот у черных есть выбор, но, в общем, к какому выводу я пришел? К тому, что белым не стоит давать черным полностью выставить ежевую позицию. Сверзем на Ц7, слоном на Б7 и Конем Б8 на Д7. Потому что в этом случае фигура белых расположена довольно неукрюжая. Это, в частности, Конь на Ф3 только препятствует типичному накату белых на королевском фланге. А если переводить его на Д4, то это получается потеря темп по сравнению с обычными вариантами. Так, у белых находится способ не допустить, не дать черным развернуть вот эту вот типичную ежовую расстановку. Но сейчас, собственно, покажу, каким образом это достигает. Ну, предположим, черные делают ход 2-0. В этом случае после типичных ходов вроде слон е3, керзь е2 или там h3, разумеется, у черных будет время для того, чтобы вывести 3-дал на Ц7 и закончить разбит. Однако, на мой взгляд, достаточно перспективным в этой позиции является план с ходом слона f4. Тут выясняется, что у черных не хватает просто ресурсов, чтобы предотвратить продвижение е5. То есть играть в Ц7 глупо, прям под е5 попадает, а на ход Конь БД7 тоже следует е5. И здесь белый немного лучше развит, и ферзь выходит на f3. Одна ладья становится на d1. Ну и за счет давления на крыльевский фланг, а также того, что черным тяжело закончить разбитие на ферзь на фланге. То есть слон c8 пока приварен к своей начальной позиции. В общем, здесь у белых перевес. Если же черные не играют 2-0, а сразу пытаются препятствовать ходу е5, то есть, например, играют Конь БД7, то, в общем-то, это помогает им довольно слабо. Потому что белые снова играют слон f4. Е5 грозит следующим ходом, если ферзь т7, то Конь Б5. Здесь у черных очень неприятная позиция. Уже, на мой взгляд, она близка к проигранной. Собственно, обоснование этого утверждения, это вариант ферзь Б8, слон Е2, Конь Е5, С5. Он достаточно симпатичный тактический удар, и ферзь его фланг черных рассыпается здесь. Также обратите внимание, что их король еще не успел реактировать. В общем, конечно, надо отметить, что если черные пытаются механически воспрепятствовать ходу Е4 и Е5 сами, проведя Е5, то они получают просто неблагоприятную структуру, заславленную белыми полями. Ну и в этой позиции белые могут бороться за победу очень много ходов и практически без риска для себя. То есть такой сценарий черных явно устроить не может. Ну, а это означает, что в этом варианте с ежовой расстановкой они фактически неизбежно получают худшую позицию. Собственно, когда я вот играл в Блиц-партии с Александром Геймана, я об этом не знал. Выставлял расстановку с ходами слон Е3, там, керзь Е2, надеясь на Д1, надеясь на Ц1. И в итоге получалась равная игровая позиция, которая в дальнейшем, как я уже говорил, проиграла проделась переменным успехом. Однако вот этот план с Е4 и Е5, в мой взгляд, дает белым перевес. Если уж черные играют Д3 третьим ходом, то я считаю, что им лучше придерживаться другого плана, который связан с фаркетированием чернохольного слона. То есть такая вот драконовская расстановка. Достаточно неприятная для белых. Здесь свои нюансы. Давайте посмотрим, как это все получается. Черные играют Д6. Конь Ф3, конь С6. 2 0, конь Ф6. Тут надо запомнить очень важный момент. Он просто критически важный. Если здесь белые по аналогии с предыдущим вариантом быстро играют С4, это плохой ход, то у черных есть сильный ресурс ЛНЖ4. После чего они в какой-то момент размениваются на Ф3, играют Ж6, конь Ж7, и черные поля Д4 и Е5 оказываются катастрофически ослаблены. То есть фактически стратегически у белых уже тяжелая позиция. Вот это больно с ходом С4 надо постараться и избежать, поэтому основной ход за белых здесь H3. Но опять же, черные здесь могут перейти к шевенгенской структуре, ходом Е6, намереваясь получить такого ежика. Обратите внимание, что здесь не все так просто. С одной стороны, белые потеряли темп на ход H3, который в этой структуре для них, в общем-то, бесполезен. А с другой стороны, черные были принуждены к развитию коня на С6. А коня на С6, как известно, в ЕЖ стоит довольно плохо. Ну, собственно, это, во-первых. А во-вторых, при данном расположении черных фигур, белые могут уклониться вообще от хода С4, сырать ферзь Е2, слон Е7, ладья Д1, 2-0, и здесь белый конь выходит на А3. И вот кажется, что это абсолютно безобидная расстановка, и белые здесь не могут на что претендовать. Но если вот включить движок к этой позиции, то, как вы видите, он покажет довольно заметный перевес белым. После хода конь Е5, это первая линия, которой ход, в общем-то, делать не очень хочется. Белых, оценка позиции в пользу белых 4,10. Если же черный делает какой-либо другой ход, в общем-то, напрашиваешься, ну, на А6 Е5 выигрывает, ну, предположим, они убирают ферзя. То, ну, здесь еще есть исус конь Б5, но даже без хода конь Б5, пососон Е3 и слон Д7. Например, ладья А на С1. Фигуры белых стоят активнее, а пешка С3, в общем-то, СТВ достаточно серьезно ограничивает активную контрагрузку. По похожей структуре, именно при конь Е6 черном, у белых есть небольшой перерез. Теперь вернемся к главному ходу Ж6. При расположении чернопольного слона на Ж7, вот этот план с конь А3, ферзь Е2, ладья А1, конь С4, и он не так силен, поэтому, мой взгляд, все-таки, выгоднее для белых вернуться вот к плану с зажимом Марацы. Да, и получить достаточно комфортную позицию с небольшим перерезом. Тут же, опять же, есть один нюанс. Если черный впервые играет в эту позицию, или просто незнакомый с террорией, то большой соблазн для них механически закончить развитие. То есть пойти там А6, Е2, слон Е6, ладья А1, ладья Ц8, ну, как-то вот поставить фигуры по сицилианским, в общем, на привычную для сицилианской защиты позиции, и как бы рассчитывать на то, что здесь у черных неплохо. На самом же деле, белые могут очень быстро организовать чрезвычайно здесь сильный зажим, то есть они как-то ладья А1, практически на любой разумный ответ черный следующий ход кунь Д5. То есть вот, сделаем любой ход за черных, кунь Д5, и уже видно, что здесь достаточно серьезные непорядности, поле А6 ослаблено, а самое главное, за черных не видно вообще никакой контр-игры. То есть непонятно, где им играть. Королевский фланг белых абсолютно надежен, а ферзиам фланги очевидно, что инициативой владеют белые. То есть черным предстоит неблагодарная защита подобного типа позиций. Да, но за черных вместо хода А6, 10-го, есть более сильный ресурс, и судя по моей практике, в интернет-блице, многие на самом деле, игроки знают об этом ресурсе, и за черных есть ход кунь Д7. То есть конь переводится на более хорошее поле, либо цепят, либо епят, но чаще всего цепят все-таки. И вот в подобной структуре, опять же, у белых есть небольшой перевес, но именно что небольшой, то есть черные достаточно грамотно перестроились, оба их слона сильны, в общем-то, слабости нет, но, опять же, белые все-таки могут рассчитывать здесь на небольшой перевес, потому что они владеют преимуществом пространства. А кроме того, обратите внимание, что черный конь Ф6, если он потратил много темпов для того, чтобы перейти на цепь, то есть поле цепь, то оно, безусловно, хорошо смотрится, но у белых появился такой план, как h4, h5 на кат, с дальнейшей инициативой на королевском фланге. А если вот представить ситуацию, что черные фиксируют это продвижение h5, сами играют h5, то у белого коря появляется отличная позиция на поле g5. Опять же, в каких-то вариантах даже возможен порыв g4, в дальнейшем h5 и какой-то там атакой на короля. Если же это не проходит, то белые могут вернуться к плану с движением пешек по ферзям фланга. То есть, на самом деле, позиция такая, что более сильный игрок не скорее всего и победит. Если же говорить о ее объективной оценке, то можно сказать, что где-то на грани между небольшим перевесом у белых и равенствием. Это, на мой взгляд, предел мечтаний черных в варианте с ходом d3, потому что вариант довольно пассивный и рассчитывать, что у черных быстро возникнет какая-то активная контраграда достаточно глупо. Ну, теперь давайте обратимся к самому опасному, безусловно, для обеих сторон продолжению после хода c3. Это dc, комбит c3. Ну, и здесь опять же черные большие выборы. Теперь немного общих рассуждений, за что же собственно белые отдали пешку. Причем, если какого-нибудь гамбите аванса не отдают фланговую пешку, здесь они отдали важную центральную пешку. И должны быть какие-то серьезные аргументы в пользу позиций белых, чтобы оправдать вот такие вот жертвы. Однако они есть. Во-первых, по сравнению с обычной сицилианской открытой сицилианкой, у белых лишний темп за счет того, что они уже развили коня b1 на c3. Во-вторых, вскрыта линия c. Это означает, что у черного ферзя во многих вариантах не будет стоянки на c7, потому что попадает под ладья c1. Те, кто много играет открытой сицилианкой, в общем-то знают, что в большинстве вариантов поле c7 это идеальная позиция для черного ферзя. В гамбите жимора часто либо это поле кажется недоступным, либо у белых появляются различные тактические возможности в связи с положением ферзя на c7. Ну, а в-третьих, опять же, если сравнивать с какими-то другими гамбитами, с тем же королевским или гамбитом Эвансом, в этих дебютах у белых мало того, что ущеркивают материал, они еще создают себе много слабости. Например, в королевском гамбите белые ослабляют весь комплекс черных полей на королевском фланге. И опять же, очень часто если черные побеждают в королевском гамбите, это не потому, что они там сохраняют лишнюю пешку, отбиваются и переходят в эндшпиль, а потому, что они контратакуют на королевском фланге и мотуют белого короля. Много есть партий, которые протекали в таком сценарии. В гамбите мора у белых нет вообще ни одной слабости. И как бы единственный шанс до черных выиграть партию, это либо забрать материал, который белые в дальнейшем будут жертвовать в попытке замотовать, либо как-то аккуратно защищаться, подменять фигуры и реализовать лишнюю пешку. Ну, в общем, планы белых достаточно очевидно, они либо сразу начинают охоту на короля, либо с черными выбирают такое продолжение, в котором это невозможно, они просто развивают фигуры, ну, белые развивают фигуры на максимально активные позиции и рассчитывают на то, что давление по центральным вертикалям полностью компенсирует им небольшую материальную недостачу. Ну, как я уже говорил, черные здесь широчайшие возможности. Давайте начнем с варианта, в котором черные развивают слон g7, такая вот опять же драконовская расстановка. Очень-очень-очень хитрый вариант на самом деле, потому что за белых здесь нужно ну, в общем-то, знать один точный ход. Сейчас покажу в чем конкретно дело. После конь f3 слон g7, слон c4, конь c6. Да, тут план черных заключается в том, что они хотят поставить пешку на d6, коня на f6, рокировать, и после этого у белых не будет никакой компенсации за потерянную пешку, потому что все их давление по центральной вертикали d будет упираться в защищенную пешку d6. Таким образом, белым, чтобы бороться в этой позиции не то, что за равенство, им надо знать ход e5. Мало того, что надо знать, надо его делать. Ход, прямо скажем, не слишком напрашивается, однако есть определенная тактическая идея. Во-первых, белые ограничивают коня g8, теперь у коня отнято самая лучшая клетка для развития. Во-вторых, они препятствуют, не сколько препятствуют, сколько затрудняют подвижение d7, d6 или d7, d5. Потому что в этом случае после ed, ed у черных образуется пешка d6, которая при отставании в развитии наверняка упадет, и таким образом белые отыграют материалы и сохранят некоторую инициативу. Понятно, что в первую очередь надо здесь разматривать вход конь d3 и слон d3 и 5. Однако у черных есть другой ресурс, это вход конь h6. Более того, на самом деле, я думаю, что у черных здесь есть шансы на уравнение, но для этого им нужно играть очень энергично. То есть после 2-0 например, 2-0 слон f4 уже слон на угрозе ферзь d2 обращая внимание черных на то, что их конь находится в далекой от оптимальной позиции. В общем, единственный шанс черных здесь не получить плохо сразу это сходить d6 после e-d сходить конь f5. Опять же, белые здесь сохранят некоторую инициативу после df ферзь d7 конь d5 ферзь d5 лвя c1. Но все-таки у черных позиции нет ни одной слабости. Если они смогут убрать все свои фигуры из-под различных тактических нападений, то не будет ни одной причины, по которой у черных какие-то трудности могут быть, потому что пешных слабостей нет, король расположен надежным. Тем не менее, здесь еще надо черным решить много проблем. У белых есть идея с кем-то c7 слон d6, отскок слона какой-то с нападением на ферзя, есть ход b4 в каких-то вариантах. В общем, у черных есть некоторые шансы проиграть здесь сразу. Если же они сразу не проигрывают, ну что ж, значит, что ваш соперник достаточно хорошо играет в шахматы и вполне заслуживает сделать с вами ничью, крайне мере. Потому что защищаться, как я уже говорю, здесь не слишком просто. Ну а после ключевого варианта конь бьет e5, ну собственно, слом бьет e5 приводит к тем же последствиям. здесь следует давайте через этот порядок ходов. Конь бьет e5, слом бьет e5, слом бьет f7, король бьет f7, ферзь d5, шах. То есть вот таким вот образом фигура отыгрывает. Если черные будут слишком жадничать, сыграть здесь король f6, после конь e4, король f5, понятно, что белые играют g4 и в скором времени матуют. Причем практически любыми ходами. Владиа g1, ферзь e5, f3, в любой последовательности черных нет никаких шансов спастись. Ну странно, наиболее часто встречающийся в партиях, в моих партиях в Блиц, вот в интернете, это ход e6. Ход очень слабый. После ферзь бьет e5, ферзь f6, ферзь c7, ну ферзь c7 это не обязательно, можно вообще его брать ферзя куда угодно, на e2, на g3. Белых очень существенный перерез. То есть несмотря на то, что у черных какой-то, вот в данный момент лишняя пешка, им крайне тяжело защититься от игрозы конь e4, конь d6, слон f4, с игрозой слон e5. Просто два ноля белые хотят сыграть, если каким-то образом черные смогут защититься от прямых наскоков. Вывести слона, поставить ладью на d1, ладью на e1, черного короля не от рокировки, все фигуры не развиты. В общем, я думаю, что вот это борется просто безнадежно. За черт. Но, раз сильнее ход король g7. После ферзи е5, конь f6. Черные сохраняют лишнюю пешку, и при этом не допускают такого кошмарного ослабления черных полей, как в предыдущем бренде. И здесь после 2 ноля d6, ферзи е2, слоны f5, слоны g3. Ну, позиция примерно равная. Опять же, черный лишний материал, замена у белых более активные фигуры, разноцветные слоны, которые, как известно, увеличивают отхывающий потенциал. Ну, и активные ладьи, которые станут е1, d1, будут давить на этот слабый першечный центр. И также, будете смиряться, но во многих вариантах белые настолько сильно наваливаются на пешку е7, пешку d6, что черным приходится выбирать ладью с а8, и белые в итоге забирают пешку на а7, отыгрывают мастера. То есть, выглядит чрезвычайно странно, что вот в этой позиции пешка а7 имеет значение, но это действительно так. А защитить, если черные хотят ее защитить, то они бы должны терять еще один темп. Но опять же, на самом деле, белыми, конечно, играть немного легче в этой позиции, но о каком-то их реальном перевесе говорить сложно. Скорее всего, его нет, и позицию можно оценить как динамическое равновесие. Все намного сложнее для черных, если они пытаются выставить вот эту вот драконовскую расстановку через другой парадок ходов, то есть, не играя конца 6 раньше времени. Это довольно плохая идея для черных, и сейчас объясню почему. после коньев 3 коньев 3 же 6 коньев 3 сон g7 сон c4 иногда черный играет в d6. И здесь у белых есть достаточно нестандартный ресурс, который фактически дает им большой перевес вот уже на седьмом ходу. То есть, любой логичный развивающий ход вроде 2 0 позволяет черным скрать коньев 6 и перейти вот к драконовской схеме, не допустив хода e5. Здесь у черных перевес. Так, у белых есть очень сильный ресурс ферз b3. После чего пешка на f7 хода конь h6 нет из-за сон бит h6. Таким образом, после ферз b3 черные должны играть e6. Ну и вот сочетание ходов e6 и g6 оно видно, что очень сильно ослабляет черные поля. Также очень сильно ослабляет пешку d6, ведь ее теперь вообще никто не защищает. Но то есть белые здесь просто можно сказать форсировано выигрывают. Они играют 2-0 потом на любую ход они играют с сон f4 владея d1 пешка на d6 падает и позиция черных рассыпается. То есть вот компьютер считает, что самая упорная за черных здесь слон bc3, но рассматривать серьезно этот ход даже как-то не хочется. Таким образом, если черные хотят вывести слон g7 к битимора, то единственный способ для них это сделать это сыграть c6 ну или g6 вот получить вот эту позицию допустить ход e5 в дальнейшем ближайшие так как минимум 25 ходов оборонятся. Таким образом, это вариант в общем-то это именно то, что белые вообще хотят от гамбита мура и таким образом считать его особо опасным как-то не получается. Другой логичный ход за черных вот в этой позиции не сколько логичный ход сколько логичный план это построить вот такой вот швенген скоростанов вот с ходами d6 солнце c4 e6 2 0 конь f6 текст e2 обратите внимание на ходы белых они типичны для многих вариантов гамбита моря но это не означает что надо слепо их исполнять в любой расстановке где черный ставит вешки на d6 и на e6 есть ряд важных нюансов наверное несколько позже о них поговорим теперь вот обсудим конкретно эту позицию самый логичный напрашившийся ход за черных слон e7 теперь белый кладет d1 создает опасную грозу e5 то есть после 2 0 например после 2 0 e5 у белого большой перевес поэтому черные фактически принуждаются к достаточно невыгодному для себя изменению позиции к коду e5 однако тут не все так просто и достаточно часто применяется за черных дело в том что если практически на любой ход белых например слон g5 у черных есть сильный ответ слон g4 что сказывает расслабление поля d4 то есть конь d4 тактическая гроза вообще у белых нет особой компенсации за пешку поэтому ну ход h3 это просто потеря темпа может быть у белых здесь есть какая-то компенсация но делать такой ход не хочется в гамбите поэтому остаются две возможности это ход b4 который лично мне не нравится я его рассматривать не буду здесь после слон g4 черный достаточно хорошая позиция получается есть ход слон e3 который вот собственно главная линия которую мы сейчас рассмотрим идея в том что после слона g4 белые могут сыграть h3 теперь после слона бьет f3 ферзь бьет f3 конь не идет на d4 в этом все дело то есть слон на e3 очень важная фигура ну вот после ферзь бьет f3 возникает типичная ситуация для этого варианта черные продолжают развитие белые продолжают развитие в дальнейшем белые по возможности ставят a3 b4 коня на d5 оказывают очень мощное давление на ферзевый фланг имеют двух слонов которые намного сильнее чем два коня черных ну и в общем я думаю что смело можно сказать что у белых здесь более чем достаточная компенсация за пешку несколько сложнее дела обстоят в варианте слон h5 здесь белым необходимо в общем-то принять конкретное решение тирать g4 после слона g6 отойти коня h4 то есть любые другие ходы оставляли за черными комфортную позицию очень часто вот подобный ресурс g4 и коня h4 не проходит потому что возникает проблема с пешкой e4 но в данном случае у белого все срастается тактически по слону e4 есть ход g5 после чего поигрывается фигура на конь e4 есть ресурс конь бьет g6 конь бьет c3 слон бьет f7 шах король бьет f7 конь h8 ферзь h8 bc и у белых здесь получается лишнее качество за пешку и фактически уже есть как выигранная позиция поэтому черные не могут трогать пешку на e4 вместо этого они должны предпочесть спокойное развитие например ход 2 0 белый ставят коня на e5 получают мощное позиционное давление если же черные после хода слону e3 не играют с mg4 то получается что их последний ход e6 e5 оказался несколько бессмысленным белые получают комфортную позицию небольшой перевер абсолютно простыми естественными ходами герой деком ходит до подожди деком да деком 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 поведения герой и подожди к Продолжение следует...